Здравствуйте! Помните, мы когда-то в школе писали сочинения о типичных представителях своего класса, там Онегин и что-то там типа такое. Так вот эти ребята, которых вы сейчас видите на фотографии, типичные представители своего класса, новой волны иммигрантам, о которых я рассказывал в прошлый раз. Молодые, красивые, спортивные, с хорошим образованием, оба инженеры, легко нашли работу, зарабатывают хорошие деньги, занимаются спортом. Но кроме всего, а, живут в прекрасном городе Калгари, о котором, наверное, они нам расскажут в другой раз. Город действительно заслужит такого рассказа. А сегодня они расскажут о другом. Так они привезли из России в Канаду с собой собаку, большую собаку. По-моему, лайк она мог ошибиться с той породой. А вот для чего они это сделали, какие плюсы и минусы, с чем им пришлось столкнуться при перевозе собаки из России в Канаду, они вам сейчас сами и расскажут. Вера и Кирилл Бабко, вам слово. Всем привет! Нас зовут Вера, Кирилл, Кирилл и Вера, и наша собака Герда. И сегодня мы хотим записать видео в таком красивом месте. Специально выбрались о том, как эмигрировать с собакой в Канаду. Плюсы и минусы, если вы берете свое животное с собой. Поэтому мы будем вам рассказывать и показывать красивые места. Ну и с вашего позволения я одену очки, потому что иначе я вообще ослепну. И сейчас мы будем с вами с Гердой рассказывать, как же мы прилетали в Канаду. Нашей собаке было уже два года, когда мы решили переезжать. И варианта, а может быть мы ее оставим в России, у нас вообще такого не было. Мы сразу начали смотреть документы, как же перевозить животное в Канаду. И оказалось, что это очень достаточно просто. Тут требуется всего лишь справка о сделанных прививках стандартных и разрешение на вывоз животного. Но так как прямых рейсов Москва-Торонто не существует, или я не знаю, в тот момент не было, нам соответственно надо было где-то пересаживаться. И при этом надо, значит, выполнить условия перевозки животного страны транзита. У нас эта страна была Германия. Не знаю, по счастливой случайности или нет, но наша собака уже до этого была в Германии. И мы знали, что дополнительно это надо взять, справку европейского образца, и собака должна быть чипирована. Она у нас уже была до этого чипирована. То есть у нас, в принципе, вообще не возникло никаких проблем. Только взять необходимые справки в ветеринарной службе. Какие-то берутся буквально за 2-3 дня до полета. И единственное, что прививки, они должны быть сделаны за несколько недель, может быть месяцев до полета. И, собственно говоря, все. Ну, может быть, исключение еще составляет то, что должна быть специальная клетка. И это надо смотреть требования авиакомпании. Есть такой небольшой тип, что если вы не меняете авиакомпанию во время полета, то вам не надо получать и платить за собаку дважды. То есть, если, например, вы летите сначала до Амстердама линиями Аэрофлот, а потом из Амстердама вы полетите Аэро Кеннадой, то тогда вот в городе Транзите вам надо получить свою собаку, пройти еще раз ветеринарный контроль и еще раз заплатить за ее билет. Мы летели Люфганзой. У нас был рейс Москва-Франкфурт-Франкфурт-Торонто. Последний выполнял совместно с Аэро Кеннадой, но Люфганза была ответственная. Соответственно, надо звонить заранее, прежде чем покупать какие-либо билеты на животное. У нас не возникло никаких проблем. Кстати, Люфганза нам очень понравилась. Во Франкфурте именно если пересадка больше трех часов, то они бесплатно с животным гуляют и поят его. Ну, по прилету в Канаду обычно у нас первые города это Торонто, Монреаль или Ванкувер. Тут в любом случае вам надо получить свое животное, получить свой багаж и задекларировать ее. Так как у вас животное, вы автоматически идете в красный коридор. У нас ничего не проверяли, не было никакого ветеринарного контроля. Просто таможенник посмотрел, что в клетке сидит именно то животное, которое у нас написано в бумажке. И нас отпустило вообще без каких-либо вопросов. Ну, конечно, у нас была огромная клетка, больше метра, у нас было два чемодана, все это падало. И мы и так еле-еле держались на ногах после 15 часов полета. Но, как я сказала, что в Канаду привезти свое животное достаточно просто. Летит оно на борту самолета, я имею в виду с вами в салоне или в багажном отсеке, и это уже зависит исключительно от размера вашего животного. Собакам в Канаде на самом деле очень хорошо. Здесь и как общество любит собак, и даже иногда, когда гуляешь, они просят их погладить и подойти к ним. Также и собаки отвечают взаимностью, здесь они достаточно воспитанные, социальные. Ты никогда не испытываешь чувство страха, когда на тебя идет собака, потому что ты знаешь, что она спокойная, она воспитанная, и она на человека не бросится. Здесь ответственные хозяева, они чаще всего или проходят какую-то подготовку с собаками, особенно, если они ее взяли из приюта, но в том числе и их спокойствие из-за того, что многие хозяева просто кастрируют своих собак. По каким причинам, я не знаю, может быть, как раз, чтобы они были спокойнее, или просто не могут контролировать, допустим, очень бурный характер. Почему кастрируют собак, я на этот вопрос, наверное, не отвечу. Несмотря на то, что все канадцы любят собак, не стоит забывать, что есть определенные нации, которые боятся собак в силу своей культуры. И, допустим, если от вас с собакой кто-то шарахается в сторону или переходит на другую сторону дороги, но это не надо, не стоит расценивать какое-то действие именно против вас, просто такие люди, они были воспитаны, что собак стоит бояться, или у них очень много в их странах исхода было много диких собак, но мы даже уже сами замечали, что если, допустим, взрослые бабушки или дедушки собак боятся, то дети обычно уже никого не боятся, а спокойно подходят, гладят и общаются с питомцами. В общем, по приезду, с чем мы, с какими, скажем, не то чтобы трудностями, но по факту, с чем мы столкнулись. Первое, то, что на животное здесь необходима лицензия. На собаку, я могу только про них рассказывать, если она не кастрированная, то это где-то 35-40-45 долларов. Если она у вас не кастрированная, как было, например, в нашем случае, то это от 70, скажем, до 80 долларов в год. Эта лицензия дает такой номерок, который собака все время должна носить на себе, брелок. Второй факт, именно в Манитобе, к которому мы столкнулись, но мы знаем, что во всех провинциях по-разному. Аренда жилья здесь возможна только в специальных зданиях или по разрешению хозяина. Я знаю, что в некоторых провинциях такого не надо, то есть ты живешь с животным там где угодно. В конкретном Манитобе это специальные pet-friendly дома. Наш первый дом, это был частный дом, поэтому там только было разрешение хозяина необходимо. А вот дальше мы арендовали квартиры, и необходим был pet-friendly дом. Причем в некоторых домах разрешают только кошек, в других домах, например, только маленьких животных. Наша собака по местным меркам считается как large, хотя она вообще среднего размера. За животное дополнительно берут pet-депозит. Помимо damage-депозит, это примерно тоже половина месячной аренды. Если собака, соответственно, что-то поломала, раздрала, то с вас этот депозит будет удерживать. Но нас за три аренды никогда ничего дополнительно не снимали. Но наша собака ничего не рушила. Другой интересный момент, который я обнаружила, скажем так, в Манитобе в большей части, это то, что с животными здесь никуда нельзя. Я уже не говорю там про рестораны и магазины. Нельзя с животным даже в общественный транспорт. И не все такси принимают животных тоже на борт. Соответственно, надо специальные такси вызывать, предупреждать их, что будет животное, разрешат они или нет. С этим поэтому могут быть небольшие трудности, особенно в первые дни, когда обычно у людей нет никакой машины. Ну и, соответственно, даже когда мы уже покупали свой дом, ты тоже должен, например, спрашивать разрешение кондоминимума, если ты покупаешь не частный, а отдельно стоящий дом. И они тоже должны дать тебе разрешение, чтобы ваша собака жила в этом, скажем так, жилом комплексе. То есть даже если вы владеете собственным жильем, не факт, что вам туда разрешат взять вашу собаку. Это такие небольшие, ну скажем так, трудности, с которыми могут владельцы животных столкнуться в Канаде. Но помимо трудностей, конечно, есть и плюсы, которые мы для себя тут открыли. Первый, и у нас это была проблема в России, здесь она, проблема это сама себя исчерпала, то, что здесь есть специальные площадки, в которых можно отпускать животное. И оно ещё забором окружено. То есть, например, наша собака, она не очень любит приходить на команды ко мне, если она видит какое-то животное или что-то более интересное, или ей надоело уже играть с нами, она может вполне себе спокойно идти искать приключений. Соответственно, когда у тебя огорожено всё это забором, там все животные гуляют вместе, здесь такой проблемы нет. Но, кстати, проблема в Канаде есть в том, что здесь очень много неких животных, и поэтому надо всегда держать своё животное на поводке, чтобы оно никого не съело или его никто не съел. Такое тоже здесь встречается, к сожалению. Вторая, скажем так, радость лично для меня, как просто для социального человека, была, что здесь все хозяины животных обязаны убирать за своим питомцем. Это очень хорошо. Я знаю, что в некоторых городах России тоже такое правило введено, но по собственному опыту скажу, что не все его соблюдают, иногда неприятно гулять в парках. Здесь в этом плане всё очень чисто, животные и люди, они очень мирно друг с другом оживаются, никто никому не мешает и не нервирует. Третий плюс, который тоже я для себя открыла по приезду, это питание. Как ни странно, но в России, когда мы уезжали, курс был в районе 50 долларов, еда наша собачья, я имею в виду, стоила там в районе, скажем так, 6 тысяч рублей. То есть это больше 100 долларов стоило за мешок. В Канаде, скажем, премиум корм, ну такой уже очень хороший, не какой-то педигри, он будет стоить в районе 90 долларов. Соответственно, вы видите, что даже в этом плане животное здесь содержать подешевле. Лично я обнаружила для себя, что дешевле. Конечно, здесь очень дорогие ветеринарные службы, и все об этом знают, и это дорогое не только в Канаде, это везде за рубежом. Мы, к счастью, не особо с этим сталкивались. Мы делали только ежегодный осмотр и прививки, и по стоимости это не ударяет по карману, это в районе чуть 100, больше 100 долларов в год. Ну, скажем так, если вы ходили, например, и в Россию, достаточно по правильному расписанию к ветеринару, то тоже это вам стоило в районе 3-4-5 тысяч рублей. Ну, еще скажу, знаете, какой самый, наверное, большой плюс, когда вы привозите свое животное? Во-первых, это существо всегда вас понимает, в отличие от остальных людей, которые вас окружают и говорят на непонятном языке. А во-вторых, когда вы запланируете завести животное, уже будучи в Канаде, они здесь невероятно дорогие. За цену, скажем, то, что в наших странах вы можете купить породистые животные, там, котенка или щенка, здесь в лучшем случае это будет какая-нибудь взрослая дворняжка. Такие собаки здесь примерно стоят, ну, 3-4 тысячи долларов, там, беспородные могут в районе 500 долларов стоить. Если это будет маленький щенок, то, соответственно, он еще и дороже. Поэтому, если у вас есть уже животное, и вы не знаете, привозить его или нет, то, конечно, не сомневайтесь, привозите. Если вы думаете, что, может быть, я заведу щенка в России, тогда вместе с ним поеду в Канаду, тут надо подумать, потому что все-таки проблемы есть, такие вот, как я сказала, что аренда жилья. И очень часто бывает, что маленьким щенкам больше нужно ветеринарного внимания по сравнению уже, скажем так, со взрослыми. И тут можно, конечно, влететь уже в очень большую копеечку. Я не знаю, было интересно вам это видео или нет. Если у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады на него ответить. Вот, наше животное уже полностью устало записывать вам этот ролик, поэтому до встречи. Ну как, понравились вам ребята и собака? Ну, ответ, я думаю, очевиден. Так что следите за эфиром, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что, надеюсь, в скором будущем ребята расскажут о замечательном городе Калгари, который прекрасен в любое время года, а зимой особенно, вокруг прекрасные места, озера, ну вы видели на видео, озера, горы, снег, лыжи, ну и лучших рассказчиков, чем Вера и Кирилл, ну и их собак, разумеется, нам не найти. Так что следим за эфиром. Спасибо, пока. Ах, да. Самое главное, это я, конечно, забыл. Я понимаю, что среди наших зрителей очень много любителей собак, и наверняка у вас появятся специфические вопросы к этому относящиеся. Сразу говорю, это не мое собачье дело, хуже меня в собаках не разбирается никто. Сдавайте вопросы ребятам напрямую в комментариях под этим видео в Ютубе. Я думаю, они с радостью ответят. Ребята, как еще раз говорю, молодые, приветливые, ничего не скрывают, тай не держат. Спасибо вам, ребята, за это, за все.